Приветствую вас, друзья! Сегодня мы разбираем из сборника Ященко УГ-2023. Мы разбираем 17 вариант, и это первые 5 сатаний, план местности, ну или дороги. Давайте приступим, посмотрим, что нам предлагают. На рисунке изображен план сельской местности. Таня на летних каникулах приезжает в гости к дедушке в деревню Антоновку. На плане изображена цифра 1, обозначена цифра 1. Значит, сразу можем подписать, что единичка – это у нас Антоновка. Итак, это у нас с вами Антоновка. В конце каникул дедушка на машине собирается отвезти Таню на автобусную станцию, которая находится в деревне Богданово. Из Антоновки в Богданово можно проехать по проселочной дороге вдоль реки. То есть, смотрите, если мы поедем с вами вдоль реки, мы, получается, приезжаем в Богданово. Значит, седьмое – это у нас Богданово. Дальше. Есть другой путь по шоссе из деревни Ванютино, где нужно повернуть под прямым углом налево. Значит, четвертое у нас Ванютино, потому что именно здесь мы можем повернуть под прямым углом налево на другое шоссе, ведущее в Богданово. Третий маршрут проходит по проселочной дороге мимо пруда до деревни Горюнова, где можно свернуть на шоссе до Богданово. Значит, у нас получается шестое – Горюнова, где можно свернуть на шоссе до Богданово. Четвертый маршрут пролегает по шоссе до деревни Доломино, от Доломино до Горюнова по проселочной дороге мимо Конюшни. Доломино. От Доломино. Значит, мимо Конюшни у нас идет вторая и третья дорога. Так, под цифрой 3 у нас Доломино. И от Доломино до Горюнова по проселочной дороге. Да, как раз вот от Доломино до Горюнова у нас идет дорога. И еще один маршрут, последний. Еще один маршрут проходит по шоссе до деревни Егорки. Егорки. По проселочной дороге мимо Конюшни от Егорки до Жилина. Значит, 5 у нас с вами Жилина. И от Жилина уже от шоссе до Богданово. Шоссе и проселочной дороги образуют прямоугольные треугольники. По шоссе Таня с дедушкой едут со скоростью 50 км в час. По проселочным дорогам со скоростью 30 км в час. Расстояние от Антоновки до Доломино 12 км. От Доломино до Егорки 4. От Егорки до Ванютины 12. Ну и так далее. Это пока информация нам с вами не нужна. Давайте посмотрим на первое задание. Первое задание. Пользуясь описанием, определите, какими цифрами на плане обозначены деревни. Заполните таблицу бланк ответов. Перенесите последовательность четырех цифр без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Ну, когда мы с вами подписали все на схеме, теперь мы можем спокойно уже заполнить таблицу. Значит, деревня Богданово у нас это 7. Горюнова тогда будет 6. Доломина это 3. И Егорка получается 2. Значит, в бланк ответов мы с вами напишем число 7632, состоящее из четырех цифр. Ну и тогда приступим к заданию 2. Во втором задании необходимо найти расстояние от Антоновки до Богданова по прямой. И ответ необходимо дать в километрах. Так, ну для того, чтобы найти нам расстояние от Антоновки до Богданова по прямой, нам необходимо вспомнить название тех населенных пунктов, которые мы с вами определили. Итак, Антоновка-Богданова по прямой, это необходимо проехать вот по этой дороге. Значит, нам сказали, что дороги образуют прямой угол, да, шоссе у нас образует прямой угол. То есть, посмотрите, у нас получается прямоугольный треугольник. И для того, чтобы определиться с этим прямоугольным треугольником, нам необходимо сначала рассмотреть километры. Давайте посмотрим. От Антоновки до Доломина 12 километров. Значит, вот здесь у нас с вами 12 километров. От Доломина до Егорки 4. Значит, мы можем сказать, что от Егорки до Антоновки у нас 8 километров. Значит, здесь будет 8. Дальше. От Егорки до Ванютина 12 километров. Ну, мы уже знаем от Егорки до Доломина 4. Значит, от Доломина до Ванютина остается 8 километров. От Горюнова до Ванютина 15 километров. От Горюнова до Ванютина 15 километров. От Ванютина до Жилина 9 километров. Значит, раз от Ванютина до Горюнова 15, но Ванютина-Жилина уже известно, значит, здесь остается 6 километров. И теперь от Жилина до Богданова 12 километров. От Жилина до Богданова 12, но от Жилина до Горюнова 6, значит, от Горюнова до Богданова 6 километров. И тогда у нас с вами получается прямоугольный треугольник. Вот такой. Значит, здесь у нас с вами А, В и Б. Антоновка, Ванютина и Богданова. И нам необходимо найти расстояние от Антоновки до Богданова. Значит, давайте посмотрим, сколько будет у нас в километрах от Антоновки до Ванютина. 8, 8 и 4, это получается 20. От Ванютина до Богданова у нас получается 9 плюс 6 плюс 6. 6 плюс 6, 12, 12 плюс 9, это будет 21. Ну и все, и теперь А, В мы можем найти по теореме Пифагора. Для этого нужно катет А, В возвести в квадрат и прибавить с квадратом катета Б, В. То есть 20 в квадрате плюс 21 в квадрат. У вас есть справочный материал и таблица квадратов. Значит, 20 в квадрате у нас получается 400. 21 в квадрате это 441. Вместе это получается 841. Ну а корень из 841 получается 29. То есть расстояние от Антоновки до Богданова 29 километров. Это именно то число, которое вам необходимо записать в бланке. И задание третье. Сколько минут затратит на дорогу Таня с дедушкой из Антоновки в Богданово, если поеду через Егорку и Жилино мимо конюшни? По шоссе Таня с дедушкой еду со скоростью 50 километров в час, а по проселочным дорогам со скоростью 30 километров в час. Нам необходимо, чтобы они ехали из Егорки в Жилино. Вот по этой дороге. И тогда что у нас получается? Получается, что нам необходимо поехать из Антоновки сначала до Егорки по шоссе, потом из Егорки до Жилино по проселочной дороге и от Жилино до Богданово нам необходимо будет ехать снова по шоссе. Давайте вспомним, какое количество километров у нас с вами было. В предыдущем задании мы с вами нашли, что от Антоновки до Егорки 8 километров, от Жилино до Горюнова 6, от Горюнова до Богданово 6. Нам не хватает только дороги от Егорки до Жилино. Как это мы можем сделать? Для этого мы опять применяем теорему Пифагора и находим из прямоугольного треугольника. Здесь у нас с вами было расстояние 8, здесь 4 и здесь 9. Значит, нам необходимо найти в прямоугольном треугольнике Егорка, Ванютина, Жилино. Нам необходимо найти расстояние Егорка, Жилино. Здесь у нас получается с вами 12, а здесь 9. Ну и тогда, чтобы найти ЕЖ, необходимо 12 в квадрате сложить с 9 в квадрате. 12 в квадрате 144, 8, 9 в квадрате 81, 144 плюс 81 получается 225. Ну а корень из 225, это у нас с вами 15. То есть вот это расстояние 15 километров. Теперь смотрите, по шоссе они едут со скоростью 50 километров в час, это шоссе. А по проселочной дороге со скоростью 30 километров в час. У нас шоссе состоит из двух частей. Антоновка-Егорка, Жилино-Горюнова. Значит, мы можем суммировать с вами это расстояние. Это получается 8 плюс 6 плюс 6, 12. Первое, что мы делаем, мы находим по шоссе. 8 плюс 6 плюс 6, это будет 12 плюс 8, это 20 километров. 20 километров они едут по шоссе. Едут со скоростью 50 километров в час. Значит, что нам нужно? Нам необходимо, вспоминаем, как находится время, расстояние разделить на скорость. Расстояние у нас 20, скорость 50. Нас спрашивают, сколько минут затратит на дорогу Таня с дедушкой. Значит, сразу давайте переведем в минуты. Чтобы перевести в минуты, достаточно домножить на 60. И у нас тогда получается 20 умножить на 60 и разделить на 5, на 50. Нули мы сокращаем, пятерку 20 сокращаем, это 4. Значит, выходит, что по шоссе они едут 24 минуты. Теперь нам необходимо найти, сколько же они будут ехать по проселочной дороге. Значит, второе. Проселочная дорога, это у нас с вами 15 километров. Едут они со скоростью 30 километров в час. Значит, все точно так же. Это у нас проселочная дорога. Чтобы найти время, нам нужно расстояние поделить на скорость. 15 разделить на 30. Это будет 1. Ну и сразу давайте домножим на 60. Получается 15 умножить на 60 и разделить на 30. 30 и 60 можно сократить, это 2. 2 умножить на 15, это 30. 30 минут. Значит, на всю дорогу у них уйдет времени. Шоссе плюс проселочная дорога. То есть третье, что мы находим, это уже полное время их дороги. Это 24 минуты плюс 30 минут. И вместе получается 54 минуты. Значит, в бланке ответов мы с вами запишем 54. И на этом задание третье мы с вами закончили. Задание четвертое. Задание четвертое. За какое наименьшее количество минут Таня с дедушкой могут добраться из доломина в Горюнова? Ну давайте посмотрим. Вот у нас начальная точка, это доломина. И конечная точка Горюнова. Как можно сюда попасть? Во-первых, можно попасть по прямой. Это сразу через конюшню, да? А во-вторых, можно попасть через Ванютина. То есть поехать по шоссе. Первая дорога это у нас проселочная. Вторая дорога это у нас по шоссе. Оба этих варианта и рассмотрим. Первый вариант, первый вариант, это напрямую. То есть из доломина, из доломина сразу в Горюнова. Но, чтобы нам найти, сколько минут они затратят из доломина в Горюнова, нам необходимо найти это расстояние. Давайте вспомним. От доломина до Ванютина у нас 8 километров. От Ванютина до Жилина у нас получается 9. От Жилина до Горюнова 6. То есть всего 15 километров. То есть мы опять с вами ищем расстояние от доломина до Горюнова по теореме Пифагора. Нам нужно 15 возвести в квадрат и, соответственно, 8 возвести в квадрат. Это получается 8 в квадрате, это будет 64. И 15 в квадрате, это 225. Ну и мы получаем 289. А корень из 289 это 17 километров. То есть расстояние из доломина до Горюнова 18 километров. Давайте посмотрим, сколько минут они потратят на дорогу. Вспоминаем, что на шоссе у нас уходит 50 километров в час. 50 километров в час. А по проселочной дороге 30 километров в час. Все это у нас в тексте задачи. Тогда в первом варианте мы, получается, тратим... Помним, что время это расстояние поделить на скорость. 17 мы делим на 30 и умножаем на 60. 30 и 60 можно сократить, это остается двойка. Тогда 17 мы умножаем на 2, это получается 34. То есть 34 минуты уйдет на дорогу из доломина до Горюнова сразу по прямой, по проселочной. И второй вариант дороги, это если мы поедем по шоссе. Это у нас получается из доломина в Ванютино, из Ванютино в Жилино и из Жилино в Горюнова. То есть сколько это у нас в километрах? Из доломина до Ванютино у нас получается 8 километров. От Ванютино до Жилино 9 километров. И от Жилино до Горюнова 6 километров. 8 плюс 9 у нас получается 17. 17 плюс 6, 23 километра. И точно так же мы находим, сколько минут затратит Таня с дедушкой. Это 23 мы делим на 50, то есть скорость по шоссе у нас немного выше. И умножаем, соответственно, на 60. 23 умножить на 60 и разделить на 50. 60 и 50 можно сократить по нулям. И остается 23 умножить на 6 и разделить на 5. Это сколько у нас с вами будет? 6 на 20 – 120, 6 на 3 – 18, 138 получается 138 пятых. 138 пятых. Мы 138 делим на 5, либо мы домножаем на 2, чтобы получить десятку знаменателей. И получаем тогда 100 на 2 – 200, 30 на 2 – 60, получается 260. И 8 на 2 – 16, это получается 276. 276 десятых. Это получается 27,6 минут. Ну и мы видим, что по шоссе у нас менее затратна по времени дорога, чем если мы поедем по проселочной дороге, хоть она и по прямой. И в ответе нам необходимо написать, за какое наименьшее количество минут они доедут. Значит, в ответе мы пишем число 27,6. И на этом у нас с вами четвертое задание закончено. И мы перейдем к пятой задаче. На проселочных дорогах машина дедушки расходует 8,2 литра бензина на 100 километров. Известно, что на путь из Антоновки до Богданова через Ванютино и путь напрямик ей необходим один и тот же объем бензина. Сколько литров бензина на 100 километров машина дедушки расходует на шоссе? Так, ну мы с вами уже считали дороги, поэтому можем сразу записать. Во втором задании это было. Из Антоновки до Богданова у нас с вами уходит 29 километров. Значит, расход на этой дороге у нас получается 8,2 литра. Значит, нам необходимо найти, сколько было потрачено бензина. Значит, что для этого мы делаем? 29 делим на 100. Мы определяем, сколько у нас получается в одном километре литров бензина. И умножаем на 8,2. Ну, что у нас получается? 29 умножить на 8,2 разделить на 100. Я бы домножила еще на 9. 29 умножить на 82 и разделить на 1000. Почему я домножила на 10? Чтобы избавиться от запятой в числителе. И тогда у нас получается, что мы можем сократить на 2. Нужно ли нам это? Ну, давайте умножим 29 на 82, потому что вряд ли оно сокращается до конца. 82 умножаем на 29. 18. 9 на 8. 72. 73. 4. 16. 8. 7. 3. 2. Получается 2378. Но так как мы делим на 1000, это будет 2,378 литров бензина. Это когда мы едем с вами из Антоновки до Богданово. Так, из Антоновки до Богданово. Значит, это потрачено. Расстояние от Антоновки до Богданово через Ванютино, это уже шоссе от Антоновки до Богданово через Ванютино. Это расстояние у нас с вами 20 плюс 21. Это получается 41 километр. Мы все это находили с вами. Вернитесь обратно и посмотрите, как мы находили количество километров. И зная, что бензина потрачено точно такое же количество, то есть 2,378 литра, мы найдем расход на 100 километров по шоссе. То есть мы возьмем 2,378, разделим на 41 и умножим на 100. Так, 2 умножаем на 100, это получается тогда 2 цифры запятой. 2,37,8 и разделить на 41. Так, ну давайте разделим. 237,8 мы разделим на 41. Если мы возьмем с вами по 5, это получается 205. 205. 37 минус 5, это будет 32. Закончили делить целые, ставим запятую. Сносим восьмерку. Ну и 32 на 41 очень хорошо делится. Берем по 8. То есть у нас вышло 5,8 литра. Значит в ответе мы запишем 5,8. Ну а на этом мы с вами первые 5 заданий с 17-го варианта закончили. На сегодня я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»